Всем привет, меня зовут Максим Юпикин, я являюсь официальным представителем русскоязычного сообщества по игровому движку Game Guru, и мы продолжаем изучать его. В этом видеоуроке, как я и обещал, мы делаем умный магазин, где мы уже можем покупать товар по разным ценам. То есть каждому предмету соответствует своя цена. Не обязательно оружие, может быть это будут патроны и так далее, все зависит от ваших желаний. Итак, как и в предыдущем видеоуроке, мы создали уже эту область, мы добавили оружие, сделали маленькую имитацию магазина. Кстати говоря, этой области мы, как и в прошлый раз, добавляем скрипт money.ua, который мы немножко переделали. И давайте теперь подредактируем скрипт weapon и сам money. Вот скрипт money.ua, мы здесь немножко подредактировали, что вместо prompt теперь идет текст. Мы его отображаем в левом верхнем углу, потому что основной текст покупки отображается посередине, внизу. И заменили кнопку добавления денег. Feapon.ua, мы здесь что, немножко поменяли. Скрипт вообще у вас должен был слететь полностью. Поэтому переписываем заново. В принципе, я этот скрипт выложу, и вы сможете его скачать. PlayerDist мы сделали 50. Это дистанция до нашего предмета, который мы будем покупать, или который мы будем подбирать. Кстати говоря, я сделал здесь два типа оружия. То, которое нужно покупать, и то, которое не нужно покупать, и то, которое, соответственно, находится. Аналогично с патронами, мы можем их находить, и можем не находить. Это все делается исключительно из вашего энтузиазма. Вы можете сделать по-своему, но я покажу как. В моем скрипте реализована такая система, что я нахожу дробовик, а не покупая его. Он бесплатен. А пистолет Colt 1911 года, он, соответственно, покупается за 250 монет. Здесь я прописываю на 47-й строчке. Там написано GPlayerController 0. А на 46-й строчке, прошу вас обратить внимание, это условие, которое отвечает за количество предметов, оружия у вас в инвентаре. Ну, то есть, сколько оружия у вас сейчас находится в руке, так можно сказать. Если больше нуля, изначально у нас игра поставлена так, что она меньше, значит, в это условие он изначально не зайдет. Но я должен о нем рассказать, потому что, когда у вас есть уже оружие, то вы должны дублировать эти условия. Итак, если уже оружие есть, и если это не Xbox Controller, тогда, если оружие имеет имя Shotgun, то есть дробовик, мы вводим текст Press E to Pickup Shotgun или T to Replace it. Если нажато E, тогда мы вводим, что мы подобрали наше оружие, добавляем его, воспроизводим звук и сделаем стандартную функцию. Она была бы ниже в стандартном скрипте. И в остальных случаях, когда название оружия не Shotgun, то мы проверяем, есть ли он находится в зоне. Как в зоне находиться магазин, мы это уже проверяли. Вот здесь мы это дело назначали, в скрипте Manila. Дальше идем. If Weaponame called 1911 года, тогда еще нужно сделать иное условие, если Current Money больше либо равно 250. Почему больше либо равно, а не больше, потому что если у вас будет 250, вы не купите его тогда. Мы выводим текст Press E to Buy, to buy, заметьте, не to pick up уже, Weaponame. И если нажато E, тогда мы все это делаем, как и в прошлый раз, но отнимаем еще денег, в самом конце отнимаем деньги. Итак, дальше идет очень много-много Endов. И вот этот Else, именно вот этот на 79 строчке, отвечает за то, что если мы пустые, если у нас ничего нету, тогда мы опять же должны проверить контроллер. Новая версия требует проверки контроллера. Мы проверяем и пишем. Если, то и просто идеально копируем. Мы просто копируем все эти условия, которые я вам сейчас рассказывал. Мы просто все это дело скопировали и вставили сюда. Таким образом, мы сделали одинаковые условия про то, что если у нас, если мы пустые, или мы уже с оружием. Одинаковые условия, одинаковые действия, но они не пересекаются друг между другом. Отлично. Надеюсь, это вы сейчас усвоили. Вы еще можете в дальнейшем все посмотреть. Но сейчас я вам предлагаю наглядно продемонстрировать. Расскажу заранее. Текст у нас выводится в левом верхнем углу. С отступом в 10. Сверху и снизу. Это примерно по 100 пикселей. Далее, внизу, по центру, где сейчас написано инициализация физики, там будет выводиться текст, как и обычно. Сначала мы попробуем купить оружие. С отсутствующими деньгами. Видите, ничего не выводится. Сейчас мы добавляем деньги. Видите, появилось пресс и тубай. Все. И вот это оружие. Если мы встанем посерединке, непонятно, какому он будет покупать. Поэтому лучше располагать близко друг к другу не надо. Итак. Купим этот кольт. Все, мы купили. У нас 50 монет. Кольт этот мы уже купить не можем. И это хорошо. Потому что денег-то нету. Сейчас мы быстренько пойдем. Зомби стрелять не будем. Открепительный звук. Мне он никогда не нравился. Видите, здесь появляется стресс и тупика в the shotgun. Я не успел, к сожалению, нажать. Так, ну, мы попробуем еще раз по-быстрому. Мы, знаете, просто сейчас нажмем и смотрите на деньги. Все, мы подобрали. Деньги остались те же. А кольт... Кольт... Дробовик у нас в руках. Ужасные лаги есть. Почему так? Ну, ладно. Это, наверное, из-за записи. Смотрите, теперь мы опять же не можем ничего купить. Добавляем оружие. Нажимаем Е. И... У нас пополнились патроны. Все супер. Теперь... Теперь второй вариант. Это когда мы сразу побежим поднимать дробовик. Если мы побежим поднимать сразу его, я вам просто хочу показать, что система работает исправно. Что мы сможем его подобрать, когда у нас изначальный игрок пустой. Ну вот, все, побежали по-быстрому, пока нас не сожрали зомби. Вы заметили, мы его подобрали, деньги не отнялись в минус, ничего. И у нас все прекрасно работает. Сейчас мы добавим нам денег. Все. И можем купить наш кольт. И купить еще один. Зомби от нас отстали. Испугались нашего дробовика. На этом все. Спасибо за внимание. С вами был Макс. Все скрипты вы можете скачать на нашем сайте. Ссылочки будут также и в описании видео. И на самом сайте будут ссылки на скачивание в нашей группе. Поэтому вступайте. Не стесняйтесь, комментируйте. Создавайте ваши вопросы. Я с радостью отвечу на любой из них. Даже если он будет совсем глупый, мне будет приятно на него ответить. Еще раз спасибо всем за внимание. В этом видео уроке вы научились создавать интеллектуальный и умный достаточно магазин по покупке оружия отдельно со своей стоимостью. Всем удачи в разработке. Жду вас в группе, жду вас в комментариях. Жду также на нашем сайте. Вашим посещением вы помогаете ему жить. Спасибо. Всем пока.